На канале Экзегет мы отвечаем на ваши вопросы. Вот такой деревенский вопрос. Почему деревенский? Потому что почему-то живущих в деревне, даже горожан, переезжих в деревню, там это волнует всех. А в городе почти никого. Может ли один человек при помощи нечистой силы напустить на другого беды и несчастья? Может. Если человек обращается за помощью к нечистой силе, то, конечно, ни один колдунский колдун не может подчинить себе нечистую силу. Хотя иллюзия этого у него вполне себе может сложиться, что бесы ему повинуются и выполняют его мерзкие гадкие поручения. На самом деле, конечно, он всегда является любой колдующий человек, так или иначе обращающийся к нечистой силе, становится всегда лишь игрушкой в руках нечистой силы. Но выглядеть со стороны это может так, что он что-то такое нашептал, наколдовал, навязал, воткнул, насыпал, налил или еще что-нибудь такое, какое-нибудь колдунство совершил, и нечистая сила пошла выполнять его пожелания. Это возможно. Нечистая сила вообще, она радостно приходит туда, куда ее зовут. Вот, если человек позвал нечистую силу, то она с удовольствием придет. Но тот, на кого посылают всякие нехорошие вещи, проклятие, порчу, сглаз или еще что-нибудь, вовсе не обязательно с ним это произойдет. Потому что каждый из нас, живущих на земле людей, огражденных святым крещением, как говорила Мария Египетская, я женщина, хотя и грешная, но ограждена святым крещением. Человек, огражденный святым крещением, защищен от действия нечистой силы, если только он сам сознательно не приглашает эту же нечистую силу в свою собственную жизнь. Человек, живущий церковной жизнью, регулярно посещающий храм, приступающий к церковным таинствам, к исповеди, к причастию, молящийся, живущий с Богом и в Боге, не является доступной целью для нечистой силы. Не является. Господь просвещение мое и спаситель мой, кого убоюся, Господь защититель живота моего, от кого устрашуся. Этот прокимен поется сразу после того, как совершается крещение и миропомазание, и вновь крещеный человек обходит или обносится крестными вокруг купели с пением именно этого песнопения. Кого убоюся, если Господь просвещение мое и защититель мой. И поэтому бояться не нужно. Бояться нужно собственных грехов. Если ты пребываешь во грехе или в страхе. Вот страх ведь это тоже грех. Это противоположность любви. Апостолам говорит, совершенная любовь вон изгоняет страх. Если я начинаю, например, бояться, почему в деревне, там все на виду, что-то моя соседка там в углу своего огорода, что она там делает, зачем она там что-то копается, там вроде ни огурцов, ни картошки, наверное, она колдует. И я начинаю бояться. Наверное, у меня что-то. То есть я теряю веру. Я теряю веру в то, что Господь просвещение мое и спаситель мой. И потерянная вера становится вот такой дырой в той самой защите, которую Господь предоставляет каждому из нас. Поэтому не бойся, только веруй, говорит нам Священное Писание. Не бойся, только веруй. Не теряйте веру в то, что Господь защитит вас. И тогда никакая нечистая сила, никакой колдунский колдун, никакая бабка, никакая, так сказать, еще кто-то ведьма ничего сделать вам не сможет. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует...